Убитая горем мать Фаруха не теряет надежду на выздоровление сына. Старость Раиса Гололобова встречает в ветхом доме и неподвижно лежащим в нем на медицинской кровати 30-летним Фарухам. В один момент спокойная жизнь превратилась в ад. Два с половиной года назад в результате несчастного случая сын получил тяжелейший перелом позвоночника. И теперь ничего не может делать самостоятельно. Два года лежу прикованный к постели, без возможности шевелить ногами, руками. Не могу справляться. Даже есть сам не могу. Очень тяжело смотреть, как мучается моя семья, как они переживают. Хоть и улыбаются в глаза, но видно на лице их, каким тяжело. И глядя на них, я стараюсь держать себя в руках. Семья Рашитовых уже почти три года находится в тяжелом материальном положении. Доход семьи из восьми человек – это скромная пенсия мамы и пенсия Фаруха по инвалидности. Жена Фаруха вынуждена теперь работать на полставки. Уход за больным мужем и маленькой дочерью занимает все свободное время. Провели операцию, очень плохую операцию. После операции у него позвоночник выглядит еще хуже. И многие врачи в Астане в том числе говорят, лучше бы наши не брались. А по результатам МРТ и КТ там частичное сдавливание спинного мозга идет. Когда в Китае рассмотрели, в Китае, в России сказали, можно взяться, но берутся только в Китае. За два с половиной года после несчастного случая семья Рашидовых делала все возможное. Все скопленные средства ушли на лекарства и обследования. Операции с таким диагнозом в Казахстане не делают. Помочь вернуть здоровье пообещали китайские медики. Операция в Поднебесной за счет государства провести нельзя, так как травма позвоночника не входит в перечень заболеваний, субсидируемых бюджетом. Есть только восемь категорий, а мы под нее не попадаем. Срок операции у нас уже назначен. Нам тоже после трех лет сказали, что его уже не возьмут. На операцию не будут оперировать, не возьмутся, потому что после трех лет уже все мышцы обрастут. То есть у нас срок еще есть до лета. Сколько денег нужно на операцию? На операцию нам сказали около 20 тысяч долларов. Если бы нашлись такие люди, которые помогли бы нам собрать эту сумму, то в дальнейшем мы бы обязательно вернули все эти деньги. Нам просто нужно время и вылечиться главное. Мы обязательно все вернем. Государство выделило Фаруху инвалидную коляску и выплачивает пособие по инвалидности. Друзья и бывшие коллеги заходят теперь все реже. Одна надежда на неравнодушных людей. Если Фаруху до лета не сделать операцию, то он обречен на полную неподвижность до конца жизни. А мать и жена и шестилетняя дочка навсегда останутся без кормильца.